Похвала святому мученику Варлааму К этому священному празднику и торжеству созвал нас блаженный Варлаам Не для того, чтобы мы прославляли его, но чтобы подражали ему Не для того, чтобы нам быть слушателями похвал, но чтобы быть подражателями его подвигов В делах житейских люди, достигающие высокой власти Никогда не захотят видеть других участниками одной с ними чести Потому что там зависть и ненависть нарушают любовь А в делах духовных не так, но совершенно напротив Мученики тогда особенно и чувствуют свою честь Когда видят подобных себе рабов, достигшими участия в их благах Так что кто хочет хвалить мучеников, пусть подражает мученикам Кто хочет превозносить похвалами подвижников благочестия Пусть подражает трудам их Это принесет мученикам удовольствие не меньше собственных их доблестей А чтобы убедиться тебе, что действительно они тогда особенно чувствуют собственное благо Когда видят нас в безопасности и считают это величайшей для себя честью Послушай Павла, который говорит Мы ныне живы, когда вы стоите в Господе 1 Косновики Центре 8 И Моисей прежде него говорил Богу Исход 32.32 Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал Я не чувствую, говорит, высшей почести по причине их несчастья У общества верных есть связное тело Какая же польза голове быть увенчанной, когда ноги подвергаются мучению А как можно, скажешь, подражать теперь мученикам Теперь не время гонения Знаю это и я Не время гонения, но время мученичества Не время таких подвигов, но время венцов Не преследуют люди, но преследуют бесы Не гонит мучитель, но гонит дьявол, который тяжелее всех мучителей Ты не видишь перед собой угольев, но видишь разжженный пламень похоти Они попирали уголь, а ты попирай огонь естества Они боролись со зверями, а ты обуздывай гнев этого дикого и неукротимого зверя Они устояли против невыносимых мук А ты преодолевай непристойные и порочные помыслы, изобивающие в твоем сердце Так подражай мученикам Эфесянам 4.6.12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей, тьмы века сего Против духов злобы поднебесных Похоти естества есть огонь, огонь неугасимый и постоянный Есть пес бешеный и неистовый, хотя бы тысячи раз ты отгонял его, он тысячи раз нападает и не отстает Жесток пламень угольев, но этот пламень похоти еще хуже Мы никогда не имеем перемирия в этой войне, никогда не имеем отдыха в настоящей жизни Но борьба постоянная, чтобы и венец был светел Поэтому Павел всегда и вооружает нас Так как всегда время войны Так как враги всегда бодрствуют Хочешь знать, что похоть сжет не меньше огня? Послушай Соломона, который говорит Притча Соломона 6.28.29 Может ли кто ходить по горящим уголям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто ходит к жене ближнего своего Кто прикоснется к ней, не останется без вины Видишь, что похоть по естеству своему соперничает с естеством огня? Как невозможно прикасающемуся к огню не получить обжога Так взгляд на красивые лица быстрее огня охватывает невоздержанную на взгляды душу И чем служит для огня горючее какое-нибудь вещество Тем красота телесная для глаз людей походливых Посему не должно давать огню похоть и пищи Внешнего созерцания Но всячески прикрывать его и погашать благочестивыми мыслями Обузывая дальнейшее распространение пламени И не позволяя ему сокрушать твердость нашего духа И всякое удовольствие во время преобладания страсти Обыкновенно сильнее огня сожигает душу Если кто не будет мужественно, с терпением и верой противодействовать каждой страсти Подобно тому, как блаженный и доблестный подвижник Христов Варлам Поступил со своей рукою Он держал в правой руке целый костер И не поддался боли Но оставался бесстрастней статуй Или лыжкой, хотя и испытывал боль и страдал Так как у него было тело, а не железо Но испытывая боль и страдая Показал в смертном теле любомудрие бесплотных сил 725 Но чтобы эта история была более ясна Я дальше начну рассказ об его мученичестве А ты посмотри на коварство дьявола Одних святых он ставил на сковороды Других бросал в котлы, кипящие сильнее огня Одним скоблил бока, других погружал в море Иных предавал зверям, других бергал в печь Одним раздроблял члены, другим еще живых вздирал кожу Иным под окровленные тела подлагал уголья И искры, попадавшие в раны, терзали их речи всякого зверя Для иных выдумал иные более тяжелые мучения Но видя, что все это осталось осмеянным И что страдальцы преодолевали это с великой твердостью И приходившим после них на те же подвиги Служили величайшим побуждением к мужеству Что он делает? Он придумывает новый род козни Чтобы неожиданностью и необычностью мучения Не извернуть душу мученика Так как то, что знаем и о чем слыхали Будь оно и невыносимо, бывает пренебрегаемо Как известные уже и ожидаемые А неожиданное, хотя и легкое Бывает не сноснее всего Итак, пусть будет новая борьба И пусть будет необыкновенная хитрость Чтобы новость и неожиданность С мотив подвижника легко уронили его Что же он делает? Он выводит цветов из темницы связанным И то было делом его коварства Чтобы не вдруг с самого начала употреблять тяжелое орудие И причинять страшное мучение Начинает борьбу с меньшего Для чего? Для того, чтобы если подвижники будут поражены Поражение их было позорным Потому что они не устояли против малого И если же они преодолеют и победят То чтобы изнурив силы свои на меньшем Были при большем легко одолимыми Поэтому он наперед употреблял меньшее Чтобы преодолеть Преодолеет ли он или не преодолеет Не обмануться Если я преодолею, говорил он, то посмеюсь А если не преодолею, то сделаю более слабыми для будущего И так он выводит его из темницы И он вышел как доблестный подвижник Долгое время упражнявшийся в палестере И в самом деле темница для мученика была школой борьбы И там наедине беседуя с Богом Он научился от него всякой борьбе Потому что где такие узы, там и Христос И так он вышел, сделавшись более крепким От более долгого пребывания в темнице Когда же по выходе его дьявол Через служителей своего беззакония Вывел его на средину То не привязал его к дереву Не окружил палачами Так как видел, что он желает этого И наперед освоился с мыслью об этом наказании Но употребляет против этой башни Некоторое необыкновенное, новое и неожиданное оружие Которое могло произвести ее падение Ведь он во всех случаях старается Больше обманом свалить святых Нежели мучить болью Какое же это орудие? Приказав ему протянуть перевернутый Нарзнич руку над жертвенником Они положили на ней горячие уголья И ладан, чтобы если он почувствует боль И перевернет руку То они вменят это ему в жертвоприношение И отречение от веры Видишь ли, как коварен дьявол Но посмотри, как уловляет мудрых в лукавстве их Сделал тщетными козни их И самую напряженность разнообразной хитрости Обратил к возвышению и умножению Большей славы мученику Когда враг, употребив бесчисленные нахищрения Отходит за тем побежденным Тогда подвижник благочестия И является еще более славным Как случилось и здесь Блаженный варлам простоял Не наклонив И не перевернув руку Как будто она была составлена из железа Меж тем, как если бы и перевернулась рука И тогда это не было бы виной мученика 726 Здесь внимательно слушайте меня все Чтобы убедиться, что если бы ее правая рука И перевернулась Это не было бы поражением Почему? Потому что как мы судим о тех Которым терзает ребра Или мучает какой-нибудь Как-либо иначе Так должно судить и здесь Если они не выдержат и принесут жертву Это вина их слабости Что не перенесши страдания Они принесли жертву Если же они, претерпевшие мучения Заболеют от страданий Но не изменят благочестия То никто не обвинит их за эти болезни Но мы еще больше хвалим их И удивляемся за то, что они Изнемогая от страданий Вытерпели и не отреклись Так и здесь Если бы блаженный варлам Не вынося сожигания Обещался принести жертву То был бы побежден А если бы рука его перевернулась Тогда как он не уступал То это не вина о воле мученика Это произошло бы от понемощи Ни воли, но естества Жил Соответственно их силе Рука склонилась бы от огня Против воли святого Как мы не осуждаем тех Которым терзает ребра За то, что разрывается их плоть Или лучше Приведу более близкий пример Как никто не станет порицать Сраждущих горячкой и судорогами За то, что изгибаются их руки Потому что это происходит Не от их изнеженности Но от болезненного жара Который истощает влагу И неестественно стягивает В связь нервов Так никто не стал порицать Этого святого Если бы перевернулась рука его Если горячка и безволи Сраждущего ею Обыкновенно стягивает И извращает члены То тем более могли сделать это Положено правую руку уголья Хотя бы мученик и не поддавался Однако они не сделали этого Чтобы ты с избытком убедился Что благодать Божия была присуща И укрепляла подвижника И исправляла недостаток природы Поэтому и самая рука его Не испытала свойственного ей Но как будто составленная из адаманта Оставалась не перевернувшейся Кто тогда взирая на это не удивился бы Кто не вострепетал бы Смотрели свыше ангелы Взирали архангелы Зрелище было блистательное И поистине превосходящее Природу человеческую Подлинно кто не пожелал бы Видеть человека Который подвизался И не испытывал свойственного людям Который сам был и жертвенником И жертвуя и жрецом Посему двоякое восходило курение Одно от сожигаемого фимиама А другое от растопляемой плоти И последнее курение было приятнее первого Последнее благоухание лучше первого Здесь случилось то же, что и с купиною Как та купина горела и не сгорала Так и здесь рука горела, но душа не сгорала Тело истреблялось, но вера не истощалась Плодь изнемогала, но ревность не изнемогала Горячие уголи, прожигая середину руки, падали вниз Но мужество души не упадало Рука была повреждена и исчезла Потому что была из плоти А не из адаманта Но душа требовала еще другой руки Чтобы на ней показать свое терпение Как храбрый воин Вошедший в следу неприятеля И разбивший строй сражающихся с ним Сломав свой меч от множества непрестанных ударов И ищет, обернувшись с другого меча Потому что еще не насытился избиением врагов Так точно и душа блаженного Орлама Потеряв одну руку При поражении бесовских ополчений Требовала еще другой руки Чтобы и на ней показать свою ревность Не говори мне, что он отдал только одну руку Но прежде этого представь себе Что предавший руку отдал бы и голову Предал бы и ребра Противостал и огню И зверям, и море, и пропасть И кресту, и колесу И всем когда-либо слыханным мучением И все потерпел Если не самым опытом, то намерением Мученики идут не на определенные мучения Но готовят себя на неизвестные казни Они не господа над своей волей Мучителей И не назначают им пределов и меры мучений Но каким бы бедам не пожелала подвергнуть их Бесчеловечная и зверская воля мучителей На те они выходят с решимостью Разве только тело, изнемогшее среди мучений Оставят неисполненным желанием учителя И так, плоть его истреблялась А воля делалась более ревностную И превосходя самые уголья своим блеском И сияя больше их Потому что внутри его горел духовный огонь Гораздо более этого огня яркий Поэтому он и не чувствовал внешнего пламени Что внутри его горел светлый и пламенный Огонь любви Христовой 728 Станем же возлюблены Не только слушать это, но и подражать Как вначале я говорил, так и теперь говорю Каждый пусть не только в настоящий час Удивляется мученику Но и отходя домой Пусть ведет с собой этого святого Пусть ведет его в свой дом Или лучше в свое сердце Посредством воспоминания о сказанном Прими его, как выше сказано И в сердце своем поставь его с просертой рукой Прими увенчанного победителя И никогда не пропускай ему выйти из ума твоего Для того мы и привели вас к гробницам святых мучеников Чтобы и от взгляда на них Вы получили некоторое побуждение к добродетели И подготовлялись к той же ревности Так воина возбуждает и молва о герое А гораздо более вид его и взгляд на него Особенно когда воин, вошедший в самый шатер героя Увидит окровавленный меч Лежащую голову неприятеля Висящую вверху добычу Свежую кровь, капающую с рук того Кто поставил трофеи Везде лежащие копии щиты, стрелы И всякое другое оружие Посему и мы собрались здесь Гроб мучеников Есть воинский шатер И если ты откроешь очи веры То увидишь здесь лежащую броню правды Щит веры, шлем спасения Обувь благообествования Меч духовный Самую главу дьявола, поверженную на землю Когда у гроба мученика Ты видишь бесноватого Лежащего на взглях И часто терзающего себя самого То видишь ничто иное Как отсеченную голову лукавого Эти оружия теперь еще лежат При воинах христовых И как цари погребают героя Вместе с оружием Так сделал и Христос И погреба их с оружием Чтобы и прежде воскресенья Показать всю славу и силу святых Познай же духовное иск Все оружие И ты отойдешь отсюда Получив величайшую пользу Великая и у тебя возлюбленная война с дьяволом Великая, сильная и постоянная Итак, изучай способы борьбы Чтобы подражать и победам Презирай богатство, деньги И всякое иное житейское великолепие Не считай блаженными богатеющих Но ублажай мучеников Не тех, что в роскоши На тех, что на сковородах Не за роскошные трапезы Но в кипящем котле Не в банях ежедневно бывающих Но в жестоких печах Не благовониями пахнущих Но испускающих дым из мрат От сожигаемой плоти Это благоухание лучше и полезнее того Что ведет к мучению употребляющих его А это к наградам и вышним венцам А чтобы тебе убедиться, что роскошь есть зло Равно как и на мощение благовонными мастями И пьянство, и неумеренное употребление Вина И роскошная трапеза Послушай, что говорит пророк Амос 6.4.6 Вы, которые лежите на ложах И слоновой кости И нежитесь на постелях ваших Едите лучших овнов И стадо и кельцов Стучных пастбищ Поете под руки гусли Думая, что владеете музыкальными орудиями Когда вы пьете из чаш вино Мажетесь наилучшими мастями И не болезнете о бедствии Иосифа Если же это запрещалось в Ветхом Завете То тем более при благодати, где больше любомудрие Это сказано и как к мужам, так и к женам Поприще общее Нет различия пола в стане Христовом Но одно собрание И жены могут надевать броню Ограждать себя щитом и бросать стрелу Как во время мученичества Так и в другое Когда требуется великое дерзновение Как превосходный стрелок Искусно бросив сетивы стрелу Приводит в смятение весь строй неприятелей Так и святые мученики И все поборники истины Противляясь козням дьявола Языка своего как бы сетивы Искусно пускают слова И они подобно стрелам Летящим по воздуху Попадая в невидимое полчища бесов Приводят в смятение все их поинство То же самое произошло И с блаженным этим варламом Простыми словами Как бы летучими стрелами Он приводил в смятение дьявольский стан Будем ему подражать этому искусству Не видите ли В каком изнеможении бывает возвращающийся зрелищ А причиной то Что они тщательно внимают происходящему там И оттуда они приходят сохраняя в душах своих И извращение глаз И движение рук И кружение ног И образы всех показанных видов Извращения мучимого тела Как же не нелепо Что они на погибель души своей Оказывают такую заботливость И постоянно удерживают в памяти происходящее там А мы имея сравняться с ангелами Ищут подражание здешнему Не оказываем равного с ними усердия К соблюдению сказанного Нет, прошу и умоляю Не будем так нерадивы о своем спасении Но станем все сохранять мучеников В душах своих С их сковородами С котлами С прочими мучениями И как живописцы часто очищают картину Потемневшую от дыма От сажи и от продолжительности времени Так и ты, возлюбленный Пользуйся воспоминанием о святых мучениках Когда превходящие житейские заботы Помрачат душу твою Ты очисти ее Воспоминанием о мучениках Если ты будешь иметь это воспоминание В душе своей То ни богатству не будешь удивляться Ни бедности не станешь оплакивать Ни славы и власти не будешь восхвалять И совершенно ничего из дел человеческих Из блистательных не станешь считать чем-нибудь великим А из прискорбных невыносимым Но став выше всего этого Будешь иметь в постоянном созерцании этого образа Урок добродетели Кто видит каждый день воинов Мужественно действующих войсках и битвах Тот никогда не пожелает роскоши И не изнеженной и рассеянной жизни Будет похищаться Но строгую, твердую И готовые на подвиги Да и что общего между пьянством и сражением Между чьего угодием и мужеством Между благовонными мастями и оружием Между войной и пиршествами Ты воин Христов Возлюбленный Вооружайся же и не забудься об украшениях Ты доблестный подвижник Будь же мужествен А не забудься о нарядах Так будем подражать этим святым Так почтим этих героев Увенчанных победителей друзей Божиих И прошедший одинаковый с ними путь Мы удостоимся одинаковых с ними венцов Которых досподобимся Все мы благодатью человека Любим Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу слава со Святым Духом Ныне и присно И во веки веков Аминь